Сегодня день уфолога и тысячи людей бросят свой взор в небо в надежде увидеть пришельцев или получить сигнал соседней галактики. Как увидеть НЛО, знает в организации Космопояс Казань. С ее специалистами встретилась Дарья Творцева. А вы верите в пришельцев? Услышав такой вопрос, Мария и крутит пальцем у виска. Впрочем, сумасшедшая в ее глазах как раз тот, кто сомневается в существовании внеземных цивилизаций. Она с зелеными человечками и летающими тарелками давно на ты. Очевидцы выявили новый вид неопознанного летающего объекта. Он наблюдался в пригородах города Казани. Это Алайшевский район, чистое возра Дачи и Пестеричинский район. Точка притяжения неопознанных летающих объектов по наблюдениям казанских уфологов Азина. Несколько лет подряд там наблюдают странные светящиеся шары. В Космопоиске даже составили карту визитов НЛО. Видно, что пик приходится на август и январь. Выглядит как яркий желтый фонарь. И потом, когда он приближается к очевидцу, уже заметен некий предмет в виде черного квадрата сверху. В последнее время телефоны активистов Космопоиска разрываются от звонков. В небе творятся странные вещи, утверждают казанцы. Впрочем, в большинстве неопознанных объектов на видео уфологи опознают. Китайские фонарики, аэростаты и беспилотники. Перед универсиадой они следят за порядком на Земле с неба. В любом случае, если все-таки вы встретите НЛО, не спешите радоваться и затевать переговоры с братьями по разуму, просят уфологи. Намерения инопланетян могут быть недружественными. Если очевидец увидел НЛО, и есть самая непосредственная близость, ну там предположим, там 20-30 метров, то ближе лучше не подходить, а лучше может быть даже как-то отойти и укрыться, чтобы не попасть под влияние поля, там, микромагнитного или временного пространства, поля, либо искажения. Это все может быть чревато для здоровья. Еще одна аномальная зона в Татарстане — Зеленодольский район, левый берег Волги. Не мудрено, говорят уфологи, рядом ведь университетская обсерватория. Инопланетяне так и норовят попасть в объектив телескопа. Впрочем, сами астрономы эти факты не комментируют. Не от того, что не верят в НЛО. Напротив, в этом случае молчание — знак согласия, уверены уфологи. Дарья Турцева, Александр Решеткин, Вести, Татарстан.